Уникальные климатические и природные условия карельской сортовалы позволяют развивать как летние, так и зимние виды спорта. Но на одних климатических условиях далеко не уплывешь и не убежишь. И если академическая гребля еще держится на частных вложениях, то конькобежный спорт находится в полном упадке. Мы пообщались с администрацией города и узнали, как обстоят дела в детской спортивной школе. Недавно у нас поступила инициатива о том, что необходимо, конечно, возродить, так скажем, конькобежный вид, но немножко в другом качестве, в более народном, то есть без катка, без музыки, то есть использовать естественные озера. И мы попробуем приступить в этом году к осуществлению такого проекта на озере Айроны, сделать конькобежный такой природный стадион. Для этого не нужно так много средств, безусловно, там не будет света, но тем не менее, все, что нужно сделать, это очищать снежный покров со льда. Наша песня хороша, начинай сначала. Все снова упирается в финансы. Грустно осознавать, что детский спорт остается одним из последних пунктов при распределении бюджетных средств. Но будем откровенны, подобные проблемы с финансированием касаются не только конькобежного, но и множества других видов спорта, и не только в Карелии, но и во многих регионах России. Мы, в принципе, наверное, мы, наша администрация, мы не можем предложить те условия нормальные, в которых бы они могли развиваться, да, не на уровне какой-то общей физической подготовки, а как действительно спортсмены конькобежного спорта, как в дальнейшем, там, перейдя уже в большой спорт, это у нас единицы. Несмотря на это, эти ребята есть. Но если бы здесь была материальная база, то есть материальная база в Санкт-Петербурге, которую молодому тренеру могут предложить, даже заработная плата, скажем, да, и, соответственно, заработную плату даже опустим, да, все-таки как-то надо и какие-то идейные ценности иметь, идеал к детям в спорт. А что касается той материальной базы, на которой бы развивались ребята, и тренер сам себя, ну, чувствовал удовлетворенным в том плане, что он видит результат, к сожалению, эти ребят-студенты сюда не возвращаются. Чисто из-за того, что у них нет ни возможности, ни абсолютно никакой материальной базы для собственного развития, для развития своих детей, своих учащихся. Это вот самая большая проблема. Влад, последний круг. Соня, последний круг. Дима, последний круг. Мы считаем, что это неправильно, потому что у детей нашего города есть стремление заниматься конькобежным спортом, а в таких условиях это очень тяжело. И, ну, надеемся всегда на поддержку. Это нижеда не надо. Как нет, это неудачно. А то натерется, если что-нибудь. Это неудобно у нас. На сегодняшний день в республике Карелия ледовой дорожки беговой нет ни одной. Либо мы это отделение закрываем, либо мы начинаем совместно усиленно, там, тренерский состав, администрация возрождать. И все-таки хочется, чтобы не одно имя Хлебникова на мировом уровне звучало, но хотя бы на российском уровне наши ребята тоже как-то выглядели хорошо. С 1982 года, вот честно вам говорю, вот только вот цвет стен в коридоре поменялся, больше ничего. Маленькие ребятки вот здесь вот раздеваются. Вот представьте, мороз, двери постоянно открыты, и здесь ребята снимают, одевают коньки. Действительно, в настоящее время вопрос о финансировании остается открытым. И здесь действуют правила. Если есть победы и есть результаты, есть инвентарь и есть хорошее здание. Но вспоминаются строчки из песни, потому что на 200 спортсменов по статистике 10 коньков. Здравствуйте все российские люди, я ваш премьер. Чтобы жили вы лучше, приняли ряд эффективных мер. Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали. Занимались мы вашими нуждами и заботами. И я рад сообщить вам итоги работы последних лет. Результаты есть, просто денег нет. Хорошая баба настроение Хорошая баба настроение Хорошая баба настроение Вы держитесь здесь, просто денег нет. Все рассчитано, все работает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!